В этом видео испытание среднеспелого сорта картофеля варяг. Картофель рос в ящике. Далее сравнение урожайности трех сортов, которые выращивали в этом году. В конце видео где купить семенной картофель высоких репродукций. Немного расскажу, что сажали. Посадку этого сорта мы не планировали, но хозяйство Егорша нас буквально уговорило взять сорт варяг на испытание. К моменту посадки картофель дал большие ростки. Выбирали клубни для посадки с четырьмя-пятью ростками. Сажали не абы как, а ростки раскладывали веером, потом аккуратно присыпали землей. Тогда взошедшие стебли первое время не конкурируют между собой. Света хватает всем. Посадить четыре клубня таким образом не составит труда. Хотим поблагодарить зрителей, которые поддержали канал материально. Только благодаря вашей поддержке канал продолжает работать. Также в описании видео есть ссылка на резервный канал в Дзене. Мы создали закрытый телеграм-канал, в который вы сможете присылать свои фото и видео, задавать интересующие вас вопросы. Доступ в чат осуществляется через систему Бусти. Ссылка будет в описании к видео. Так как все грядки для картошки были уже заняты, мы решили посадить этот сорт в ящик. Ящик размером 80 на 80 сантиметров. Две противоположные стенки ящика сделаны из совсем маленьких обрезков штакетника, которые стоят вертикально. В общем, сделали ящик из того, что было. Оказалось, это не очень хорошая идея, особенно в такое жаркое лето, как в этом году. При поливе вода утекала сквозь щели очень активно, и это не являлось преимуществом жаркую погоду. Июль и август температура воздуха в тени была плюс 25, плюс 30 градусов. Посадка картофеля происходила 25 мая. Это поздно, но погода стояла очень холодная, и после посадки поставили дуги, накрыли укрывным материалом. Уборка картофеля сорта варяг происходила 18 сентября 2022 год. Ботва у этого сорта не очень высокая. За весь сезон этот сорт мы показывали всего лишь один раз в видео «Три ночи заморозков в начале сентября». Это кадры из этого видео. Картошка в ящике. Посажены 4 куста. Это сорт варяг. Посадили на пробу. Ранее этот сорт никогда не сажали. Капельного полива тут нет. Поливали вручную. Поливать забывали. Скорее всего, урожай будет небольшой. Так что это не фитофтороз, а убитая морозом ботва. Погода после заморозков так и не наладилась. Дожди и температура плюс 10 градусов. Бабье лето отменили. И пока не началась зима, нужно выкапывать. Этот ящик не перевернуть, как мы делаем иногда. Тут сетка от кротов не прибита к ящику. Поэтому выкапывать будем каждый куст по очереди. Посажены 4 куста. В каждом кусте было 4-5 стеблей. Сорт среднеспелый. В описании сорта указан вегетационный период 90-100 дней. 90 дней после всходов прошло точно. После всходов короб был замульчирован травой. Один раз, но очень толстым слоем. Поливы проводились от случая к случаю. В такое жаркое лето нужно было бы больше уделять внимания этому сорту. Все-таки сорта испытания. Подвязка производилась веерным методом, чтобы ботве было как можно больше света. Подвязывать было легко, так как ботва совсем невысокая. Какой высоты будет ботва у этого сорта именно в ваших условиях, покажет следующий сезон. Про устойчивость к фитофторозу ничего не можем сказать. В этом году фитофтороз не подхватил ни один сорт, даже самой болявой. Картофель поздних и среднепоздних сортов цвел до морозов. Начало уборки радует. Картофель крупный, ровный, без парши. Клубней много. Основной размер с кулак и больше. Убрали только второй куст, а уже почти ящик картошки. Целый ящик это 10 килограммов. Если учесть, что поливать картошку забывали, то результат очень неплохой. По репродукции покупали элиту, если я не ошибаюсь. Третий куст оказался самым слабым. Причину назвать трудно, но картофель тут очень мелкий. Можем предположить, что это из-за того, что именно в этом углу вода вытекала через стенку ящика больше всего. Мелкий картофель тоже нужен. В следующем году будет посадочным материалом. Можно, конечно, и резать крупные клубни. Но как относится именно этот сорт к резке при посадке, сказать пока не можем. Весной мы его не резали, а сажали клубни целиком. Некоторые сорта картофеля плохо переносят резку перед посадкой. Кусты получаются слабыми. Урожайность картофеля складывается из многих факторов. Сорт имеет значение. Не стоит ждать большого урожая с картофеля раннего срока созревания. Уборка таких сортов происходит через 60-80 дней. И обычно у таких сортов количество клубни небольшое. Урожайность зависит от освещения ботвы в течение всего светового дня. В тени картофель растет плохо. Урожайность зависит от своевременных поливов. То есть почва не должна быть сухая, но и мокрая почва. Тем более за стоем воды противопоказано. То есть полив картофеля зависит во многом от погоды, от температуры воздуха и дождей. Но также не стоит забывать, что если у картофеля высокая подвязанная ботва, то маленький дождик не проходит сквозь ботву. Мочит только листья, не доходя до корней. Четвертый куст получился такой же, как два первых. В ящике примерно 9 или 9,5 килограммов. Ведро 12-литровое. Тут, наверное, килограммов 6 или 7. Перед тем, как мы сравним урожайность варяга с другими сортами, которые выращивались в ящиках в этом году, и перед тем, как расскажем, где купить семенной картофель этого сорта, давайте посмотрим на уборку сорта варяг в поле. Уборка происходит однорядным комбайном. Сорт варяг, 2022 год, однорядный картофельно-уборочный комбайн. Сравнение урожайности картофеля в ящиках. Третье место по урожайности с ящика занимает сорт картофеля шарваре пирожка. Этот сорт оказался очень требователен к поливам. И, как нам показалось, этот сорт плохо переносит жару. Но, возможно, мы ошибаемся, и у подписчиков урожай был и лучше. Клубни было много и крупные. У нас в этом году количество клубни этого сорта было, как обычно. А вот размер мелковат. Клубни по 100-120 граммов. Также в ящике росло 4 куста и получилось 12-литровое ведро с горкой. Это 9,5 килограммов примерно. Второе место картофель белорусской селекции «Скарб». Тоже 4 куста росло в ящике. Урожай получился 12 килограммов. Вот на этом кадре видно, что получился ящик сверху. Полное видео про уборку сортов «Шарваре пирожка» и «Скарб» вы можете посмотреть по ссылке наверху. И лидер этого года – сорт «Варяг», уборку которого вы видели только что. Где купить конкретно сорт «Скарб» и другие сорта? Репродукция мини-клубни «Супер-супер элита» – это ООО «Славянка М». Ссылку продублирую в описании видео. Сорт «Варяг» – вот в таком виде он идет на хранение. И сорт «Шарваре пирожка» можно приобрести в КФХ «Егорша», город Москва, улица Прянишникова, дом 31А. Отправкой по регионам занимается дружественный магазин, информацию о котором вы найдете на сайте. Также хочу обратить ваше внимание на сорт картофеля кумач. В прошлом видео мы показывали, как этот сорт рос в Курской области без поливов, в полевых условиях. Перед вами сорт «Кумач». Вот так он выглядит. Целая россыпь. Завязь просто великолепная. Полное видео о разных сортах в полевых условиях. Вы можете посмотреть по ссылке наверху. Этот сорт также можно приобрести в КФХ «Егорша». Ссылку я повторю в описании к видео. Очень крупный чеснок. Мульчирование чеснока осенью. Вырастить морковь как дважды два. Осенние заботы о новом урожае. Работы в огороде осенью облегчают летний труд. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт «В огороде.Про». Продолжение следует...